Приветствую вас, мои дорогие, на своем канале Ольга Уши Асмэр. Сегодня будет обзорчик из магазина Пятерочка Продуктов. Сегодня я купила продуктов на 800 рублей. Получилось у меня 895 рублей и плюс 100 рублей я еще купила до шашлыка. Так, что я приобрела? Вот такие вот творожки. Это биотворог с персиком. Здесь идут кусочки персика. Написано Верховье, от фермы Верховья, от фермы до Волги. Биотворог для питания детей дошкольного и школьного возраста. Так, здесь у нас идет 140 грамм. Задержит калий и медь, задержит пищевые волокна, бета-кародин и витамин Е. 59 рублей. Я взяла 4 штучки. По 2 штучки детям. На завтрак покушают. Или на перекус. Так, далее. Я купила вот такую вот цветную капусту. Очень большой пакет здесь. 700 грамм. Я буду его готовить, ее на пару. Потому что сейчас, мои хорошие, у меня вес очень, так сказать, большой. И очень сложно его снизить. Я уже, уже не ем хлеб. Наверное, месяца 3, может быть. Но ела лаваш. А теперь и лаваш я хочу прекратить есть. Поэтому это очень тяжело. Но это мне нужно сделать. Потому что у меня уже, можно сказать, оширение первой степени. И это очень сильно влияет на здоровье и в целом на фигуру и так далее. Потому что я не могу уже влезть в свою любимую одежду. Которую я, например, одевала осенью. И поэтому, мои хорошие, я буду сейчас готовить в основном еду на пару. Там, тушить и так далее. И стараться меньше хлеба. Вообще его стараться не есть. Переходила я на молочку. Молоко тоже хочу как бы исключить. Но все очень-очень тяжело. Все постепенно. Первое, что это, я, конечно, исключила хлеб. Я это сделала. Я батон не ем уже месяца 3, наверное. И хлеб я тоже не ем месяца 3. Но ела лаваши, как я уже говорила. Цветная капуста. Цветная капуста пятерочки стоит. 155 рублей 79 копеек. Вместе с капустой я буду готовить вот такую рыбку. Это рыбка. Свежемороженое рыбная трапеза. Это зубатка. Здесь раз, два, три. Два больших кусочка, один маленький. Она еще мороженая. Я сейчас ее поставлю размораживаться. И буду также с капустой готовить на пару. Рыба эта очень вкусная. Очень просто великолепная. Здесь костей практически нет. Только вот посередине. Вот. В общем, классная рыба. Сейчас скажу, сколько она стоит. Так, рыба стейка 141 рубль 44 копейки. Килограмм 229 рублей. Здесь 615 грамм. В общем, два кусочка на 141 рубль. Я считаю, это нормально. Здесь два больших куска. И будет очень-очень вкусно. Она очень сытная. Дальше я купила хлеб. Но я хлеб купила не себе. Хлеб у меня есть. Муж и дети. Я пополовинке купила. Им хватит. Вот такой вот хлебушек. Он идет на рожаной закваске. Хлеб стоит. Хлеб орловский. 25 рублей 17 копеек. Одна штука. Я купила две на 50 рублей 34 копейки. Также я купила любимое лакомство своего кота. В прошлый раз я брала... Я брала в прошлый раз китик. В этот раз я взяла от бурина. Фрискис. 99 рублей. Я купила огромную связку бананом. Они даже в камеру не вмещаются. Очень классные бананы. Так. Сейчас скажу, сколько они стоят. Бананы. Бананы. 135 рублей 31 копейка. Кило 680. Они зависли. Далее. Я взяла зелень для готовки. Вот такой вот ассорти. Это укроп и петрушка. И лук. Лук, петрушка, укроп. По веточке. Все по веточке. И зелень стоит... И зелень стоит... 51 рубля... В общем, 52 рубля. Батон, батон я тоже взяла детям на завтрак не едят. Вот такой вот нарезной. Он сразу идет кусочками. Так же, как и хлеб я купила нарезной. Не нужно его нарезать сразу на бутерброды готовить. Так же я готовлю горячие бутерброды. Тоже очень классные. Тонко нарезанные батон. Батон стоит 38 рублей. Ну и самое главное, что я сегодня купила, это вот такой вот ольху для копчения. Эту ольху я купила в магазине рыболов. Там она продается 100 рублей стоит. Объем 3 дм. Применяется для общения и ароматизации мяса, рыбы и птицы. И мы будем делать мясо, скорее всего, свинина. И я буду индейку коптить в вольге. У меня будет этим заниматься муж. Он сейчас уже идет за мясом. И выберет себе кусочек, какой ему нравится, для того, чтобы замариновать. И будем готовить такие вот щепочки. Вот этого вот пакета нам хватает на где-то 2 раза. Мясо получается обалденное, вкусно, ароматное. Без всяких там усилителей вкуса, копчения и так далее мы ничего этого не добавляем. Вообще никаких жидких там этих, жидкая, жидкий дым там или вот этого-то. Есть ароматы. Нет, ничего не добавляем. Для детей, для детей только вот имена из щепок. И, конечно же, поделимся. Он будет брать, может быть, килограмм мяса. Поделимся с родителями. И отнесем им тоже. Либо покушаем все вместе с кетчупом. Ну, конечно, кроме меня я буду готовить себе вот такую рыбку. Может, кусочек съем. Она получится не как такая, она получится как тушеная в фольге. Я в том, что буду себе в фольге делать. И, конечно же, рыбку я себе тоже в мультиварке. Да, мультиварка. Ну, у меня пароварка-мультиварка. Я ее сделаю тоже. Будет очень-очень вкусно. С овощами посолю с укропчиком. И надо уже похудеть. Я, конечно, очень-очень хочу похудеть. Я была 55 килограмм. Но сейчас я около 90, наверное. В общем, много-много килограмм по мне. Поэтому только диета. Это очень сложно на диете на такой сидеть. Очень сложно, потому что хочется все. Если все вокруг едят такую, знаете, копченую, такая всякую. То... Вот. Но я надеюсь, что дети мои тоже будут. Все-таки я их тоже заставляю больше есть моей еды. Потому что... Тоже, чтобы они кушали более полезную пищу. Стараюсь, по крайней мере, это делать. Конечно, они не всегда хотят это есть. Но рыбку, я думаю, похитим. Здесь большие куски. Я даже всю ее не съем. Если только половинку, может быть, съем. То, что половинкой можно наесть. В общем, друзья мои, вот такой заказик был. Покупочка сегодня такая была у меня из магазина Пятерочка и из магазина Рыболов. Такие вот щепки. Ну а вам я хочу пожелать, мои хорошие, отличного настроения, здоровья, добра и счастья. Пока-пока, мои солнышки. Пока-пока. Пока-пока.